Ну а прежде чем продолжиться видео, хотел бы сказать то, что на нашем канале стартовал новогодний розыгрыш. Представим фонд розыгрыша 4000 рублей, ссылка на розыгрыш в описании и условия там же. Йоу! Да твою мать, что ж такое это? Ладно, попробуем еще раз. Что же, ребят, всем привет, с вами Вархаммер и добро пожаловать на восьмой этап Лиги ПКТ Дивизион Б. Что же, начинаем мы, как обычно, с нашей всеми любимой квалификацией. И, собственно, начнем даже, ну пока я еду, первый свой быстрый круг, который, ну скажу сразу, закосячу немного. Начнем с того, что этап вывелся достаточно интересным, по ходу видео вы увидите это. Очень хуево. Впервые, наверное, за последние несколько этапов я готовился к нему, потому что я проехал грам-при с ботами полностью, чтобы понять, что по стратегии, как, в принципе, ехать на том сетапе, на котором я ехал, потому что он был своеобразным, поскольку я не сильно привык, на самом деле, к тому, что у машины есть большой оверстир, банальный пример, то, что в первом повороте и в коупсе, если очень сильно повернуть роль, то тебя банально засбиналят, как бы это смешно, конечно же, не звучало. Поэтому надо было привыкнуть к тому, что машина управляет своеобразно, но зато, как раз-таки, на высоких скоростях, в том же уже третьем секторе, после обратной прямой, в повороте, машина чувствует себя очень и очень стабильно. Вот, а гонки, конечно же, будут, опять же, не соединены, дивизион А, дивизион Б, чтобы не делать 30-минутный ролик. Вот, хотя напишите в комментариях, стоит ли, может быть, все-таки, вам понравятся 30-минутные ролики, а то есть 40-минутные. Ну, хотя да, 40 минут это уже будет перебор. Ладно, возвращаемся к квалификации. Первый свой быстрый круг я очень сильно запорол. В основном посетки были во втором секторе, в особенности тот же Коус, Мэггат, Бэггат. Третий сектор еще более-менее получился. Первый, ну, так, так себе, короче, сойдет для первого раза. Вторая попытка, она же для меня стала, к сожалению, и последней. Там будет небольшая часть и той третьей попытки, которую я пытался улучшить еще время со второй, но, к сожалению, не получилось. Собственно, сразу же начинаю улучшать уже на торможении в третьем повороте, сразу же полторы десятых я привожу по отношению к своему лучшему кругу. Выхожу на первую прямую с ДРС, уже отыгрываю от своего того времени почти три десятых лишь с одного первого сектора. И я знаю, что я могу еще найти кучу просто времени во втором секторе, но, начиная я его уже не очень хорошо, я захожу в шестой поворот в Брукленд очень-очень широко. И на этом теряю, кстати, одну десятую примерно, но все равно я улучшаю по отношению к своему прошлому кругу уже на четыре десятых. Самое главное теперь это время довести и довести его как можно хорошо, потому что, ну, впереди идет достаточно сложная секция в плане срезок, потому что в Мэгатс и Бэгатс можно как раз-таки легко срезать, и при этом, соответственно, в Запоросе очень хороший круг. Но я более-менее на сейвах проезжаю данную связку, теряю даже по отношению к своему прошлому кругу одну десятую, но три десятых я везу, и это, в принципе, неплохо. Осталось прийти лишь третий сектор, важный поворот после Хангер Стрейта, который я прохожу, в принципе, неплохо, чуть-чуть даже отыгрываю. Ну и последняя связка поворотов Клаб, которая нас выводит на старт-финишную прямую, более-менее, чуть-чуть лучше разогнался, и, в принципе, неплохой круг для себя поставил. Но, конечно, можно и лучше, можно еще найти спокойно две-три десятых от этого времени. Да, я забыл, что третий сектор я не стал вставлять, чтобы не удлинять хронометраж, просто банально запорол круг в втором секторе. Ну, а мы переходим к самому старту. Что же, Гассун, Красный Огни я очень хорошо стартую по отношению к Твайлоту. Проебака начинает на разгоне также ошибаться, и этим я пользуюсь, тут же прохожу и Твайлота, и проебаку. И, причем, достаточно смешно смотрелось со стороны Гризона, как я немного так раскидал Мерседесы, но, благо, без каких-либо там критичных повреждений для ребят, потому что, ну, тоже не очень хорошо получилось. Но, опять же, в первом повороте я не мог еще сильнее повернуть руку, потому что меня банально бы просто развернуло, из-за особенностей сетапа. Но, в тем временем, я ухожу на первую позицию, Гризон выходит позади меня уже на вторую, то есть Мерседесы теряют сразу по две позиции. Что же, в принципе, для меня это неплохо, сразу же пытаюсь оторваться от позади идущей группы, потому что мне не хочется, чтобы кто-то из позади идущих получал от меня ДРС, так что мне надо до третьего круга успеть оторваться на эту одну секунду, и, благо, даже у меня получается от Гризона уже оторваться на шесть десятых по качанию первого круга. Но, к сожалению, к самому третьему кругу я не успею уехать от Грида, он будет за мной держаться. И да, мне даже это начинало напоминать Испанию, потому что ситуация, по сути, такая же. Мне самое главное было оторваться от позади идущих, не давать им ДРС КЛО. Во втором кругу я ловлю свое первое предупреждение за то, что я выехал очень широко в последнем повороте после Хангер Стрейта. Но это пока что первое предупреждение, соответственно, мы едем дальше. Собственно, как я и говорил, третий круг начинается, Гридон в четырех десяток, соответственно, я, в теории, буду под атаками находиться уже на первой прямой по светке поворотов арена, что мы, собственно, сейчас и проходим. Торможение перед четвертым поворотом, немножко даже ошибаюсь на торможении. И прохожу четвертый поворот по заветам великого ТРЛ Лимитлеса, который завещал нам то, что мы свечимся до первой передачи для того, чтобы еще лучше закрутить машину в поворот, что у меня, в принципе, и получается. Ну и, конечно же, да, Гридон догоняет меня под конец прямой за счет ДРСа, но потом, похоже, совершает где-то ошибку на втором секте, потому что я начинаю разом от него отъезжать, и, скорее всего, это была ошибка как раз-таки в Лаффилде. И, соответственно, я начинаю как раз делать тот самый нужный мне отрыв в одну секунду. Уже почти мы подъезжаем к Мэггетс Бэггетс, проходим Коупс, и уже одна секунда. Все, я оторвался от преследователей, выбил их из своего ДРС, теперь пущай они разбираются друг с другом и теряют на этом время, поскольку чем дольше они будут друг с другом водиться, тем лучше же, опять же, для меня. По окончанию третьего круга у меня установился отрыв в полторы секунды до проебаки. Кстати, только сейчас на записи заметил то, что Гридон заезжал в боксы, похоже, в борьбе он где-то словил повреждение переднего антикрыла, иначе я не знаю, для чего он заезжал. Но мы тем временем едем дальше. Я вижу то, что Мерседесы рядом друг с другом едут, но это Мерседесы, они могут подчислить на командную стратегию, то есть, может быть, Твайлайт как раз-таки пропустит проебака, чтобы Твайлайт смог меня догнать, поскольку по темпу, в принципе, Твайлайт был чуть быстрее даже проебаки, ну, по крайней мере, я это говорю по ходу гонки, что я именно видел. Две секунды уже у меня отрыв, и я думаю, что надо теперь пытаться как-то его сохранить и пытаться не пустить Твайлайта как можно близко к себе. На пятом кругу потихоньку Твайлайт начинает меня догонять и оторваться от своего уже напарника проебаки, в принципе, меня это более-менее устраивало, то, что Твайлайт хотя бы один, может быть, до меня доедет, но, благо, заходя чуть вперед, мне удалось сохранить между нами расстояние в полторы секунды до пидстопов, то есть, да, я там где-то ошибался, как вот сейчас на пятом кругу, выходя на обратную прямую Ханграстрейт, но за счет кнопки более-менее отыгрывал это вот то, что проигрывал на выходе из Мегет-Бегетс. Дальше, в принципе, это более-менее продолжалось, то есть, мы, в принципе, отрыв, не особо там увеличивался или бы уменьшался, ну, может быть, даже иногда увеличивался, но самое главное, что он не уменьшался до одной секунды, что было для нас самое главное. На девятом кругу я думаю, то, что все, пора делать свой пидстоп, переходить на «Медиумы» и ехать до конца. В Англии у нас используют самые жесткие типы резины, у нас софт этот C3, который является некоторых тракторах даже хардом, вот, и с этой здесь резина живет, ну, просто очень долго. Банально, на том же, хардин, и сейчас мы отдавать, как-нибудь играть Мерседесов до финиша. Но, к сожалению, правила это запрещают делать, хотя было бы неплохо, стартанул на одном теперь резине, как в 2005 году, и едешь до конца гонки. Ладно, сделал свой пидстоп, перешел на «Медиум», попытался делать этакий андеркат по отношению к Мерседесам, потому что я понимал то, что в теории я должен буду отыграть некоторое количество секунд по отношению к тому же Твайлду, который как раз выезжает из боксов, проебака заедет только на одиннадцатом кругу, в связи с тем, потерять еще больше времени, что мне идет на руку. Конечно, для меня теперь стало главной проблемой то, что я выехал в небольшом относительной трафике, в данный момент передо мной едет Куда на Макларене, и я явно еду быстрее за счет того, что у него все-таки свежая резина, и мне надо как можно быстрее его пройти и не потерять за ним время. Он зачем-то начинает защищаться на прямой перед Бруклендом, хотя я даже не стал бы его атаковать, потому что я потрачу кучу ресурсов, и при этом только максимум с ним смогу поравняться. И это только даже наоборот мне будет во вред, потому что я потеряю кучу времени. После Лафелда я пытаюсь тут же атаковать перед Коупсом, его уже почти поравнялись, но я решаю приотпустить, потому что понимаю, что бок о бок Коупс проходить плохая затея, я могу выйти очень широко, и поэтому это мне только еще опять же будет во вред. Я просто жду Хангер Стрейта, и соответственно буду там атаковать. Собственно, Куда даже ошибается на выходе из Мэггс Бэггатс, я очень близко к нему выезжаю, ну и соответственно без проблем обхожу и занимаю, так сказать, шестую позицию. Теперь для меня самое главное, чтобы Твайлэд потерял то же самое время, что я потерял за Кудой, потому что Твайлэд смог догнать меня, и между нами была там секунда и одна десятая, ну и потихоньку я начинал уже снова возвращать тот разрыв, который был, поскольку они бок о бок начинают бороться в Брукленде, и в Лафилд вместе заезжают, но передо мной теперь возникает Байер, которого надо теперь так же обойти быстро, поскольку я не хочу терять время. Благо, опять же, между мной и Твайлэд там было 2 секунды. В Клабе я догоняю Байера, очень плохо он заходит в поворот, и думаю, где буду атаковать, думаю даже на старт с финишной прямой атаковать перед первым поворотом, но решаю то, что это будет слишком рискованно, зная особенности своего опять же сетапа, меня просто может развернуть, если я резко поверну руль, и поэтому я решаю то, что ладно, хер бы с тобой, подождем мы первый прямой с ДРС, там я тебя гарантированно обойду, и начну пытаться опять сделать тот же самый отрыв, что был до того, как у нас пошли пистопы, вставила там. Ну и собственно да, БР очень плохо выходит с поворота, даже по сути не сопротивляется, без проблем я его обхожу, и уже в Брукленде я выхожу вперед на третью позицию, передо мной идут 2 гонщика, которые еще тоже не заезжали, и соответственно тем самым я математически выхожу на первую обратную позицию, ну позади самое главное, чтобы Твайлот потерял опять же время по отношению ко мне. Ну и что же, после того, как всех мы обошли с Твайлотом, между нами стала секунда и шесть десятых, тот же самый разрыв, что был еще до пистопа, в принципе неплохо, но на 16 кругу, начале 16 круга, я ловлю второе предупреждение, и теперь мне надо быть крайне-крайне осторожным, чтобы не получить последнее третье предупреждение, и не получить те самые заветные 3 секунды. По идее в эту ситуацию я должен чуть помедленнее ехать, но я только лишь притопил, и без проблем начинаю уже отрываться от Твайлота, и в конце 17 круга Твайлот получает 3 секунды. Между нами и так почти 2 секунды разрыва, соответственно в принципе мне ничего не угрожает. К 18 кругу конечно Твайлот приблизился, я там немного накосячил на этом кругу, но и так же у нас выезжает машина безопасности. И вот черт подери, эта машина безопасности это блин нечто, потому что она мне могла как раз очень и очень сильно помешать. Заезжая естественно в боксы за свежим софтом, передо мной после боксов въедет Аксоид, который заезжал относительно недавно на стратегии Мидиумсов в боксы, но сок у него будет чуть все-таки поизношнее, нежели у меня. На 2-3 кругу у нас дается рестарт, и Аксоид у нас уезжает на прямых колесах в стенку, к сожалению у него произошли проблемы с рулем, он у него залагал. Неприятная вещь я вам хочу сказать, конечно же, особенно в его ситуации, в принципе, если бы он пустил меня, Твайлота Гридона, он мог бы пытаться удержаться за нами и отъехать от позади идущей группы пилотов, и пытаться минимизировать свой 6-секундный штраф, но к сожалению так пошла у него гонка. На 2-4 кругу у нас разрешается вновь использовать ДРС, и я к сожалению к этому кругу не успел уехать от Твайлота, но Твайлот в свое время успел отъехать от Гридона, и соответственно мне угрожал только Твайлот, у которого опять же 3 секунды, соответственно мне до финиша теперь надо за ним только лишь удержаться, и всего. Ну и собственно то, что я и пытаюсь сделать, я просто начинаю ехать за ним, помня то, что у меня есть уже 2 предупреждения, и самое главное словить еще 3-е, чтобы ну как бы не отдать свою первую позицию Твайлот. И собственно вот, момент Х, последний 26-й круг гонки, я продолжаю преследовать близко Твайлота, к нам уже потихоньку начинал подъезжать Гридон, он был конечно в 8-9 десятых, но все-таки в ДРС, и в теории он мог попытаться как-то рискнуть на последнем кругу, и атаковать меня, и поэтому я понимал это все, и пытался как раз держаться близко к Твайлоту, чтобы не дать Гридону никакой в принципе возможности для этого, потому что мне не хочется опять же терять свою чертову первую позицию. В принципе неплохо держусь за Твайлотом, он пытается конечно всячески от меня уехать, но у него благо ничего не получается, по темпу мы в принципе были плюс-минус с ним равны во время гонки, так что далеко от меня бы он бы не уехал, потому что все-таки у меня еще был ДРС, все что я потеряю в поворотах, я могу как раз таки восполнить на прямой. Ну и что же, Мэггетс Бэггетс мы прошли, остается Хангар Стрейт, остается Вейл, и остается лишь Клаб. Все эти повороты в принципе не обгонные, я даже начинаю на Хангар Стрейт приближаться к Твайлоту, чтобы как раз таки уехать подальше от Гридона. Атаковать Твайлота я не стал бы, потому что смысл, у него три секунды штрафа. Да, конечно, математически я приезжаю вторым, но из-за штрафа все-таки Твайлота я приезжаю первым. Ну и если бы не Стрейт, конечно, было бы все намного лучше, но все-таки первое место. Сюда! Йес! Йес! Ух! Оля, это была напряженная, конечно, гонка. Достаточно неплохо прошел для меня Грам-при, удалось на старте сразу завоевать первую позицию, и, по сути, удержать ее почти до конца гонки. Да, технические, что Твайлот приехал в первом, но, опять же, штрафы. Как-то так оно получилось, собственно. Сидите также еще чуть позже, уже серию А-дивизиона, где тоже было достаточно интересно и драматично. На этом все. Само Вахаммер не забывайте про Ближка, ВКонтакте, который стоил в первых ссылок в описании. И пока-пока, и удачи вам после.